Комсомольская правда Мы считаем, что эта встреча может пробудить интерес туроператоров и особенно авиалинии, авиакомпании для того, чтобы увеличить воздушный трафик в наш регион. Я был два месяца на Кубе в прошлом году и должен сказать, что в самолетах, в которых я летал на родину, не было ни одного свободного места. Всегда в большинстве российские туристы в самолете и Татьяна Машкова совершенно справедливо сказала, что 185 тысяч российских туристов в 2023 году на Кубе. И если бы было больше рейсов, было бы намного больше туристов из России. И мы надеемся и стремимся к тому, чтобы в текущем году цифра россиян достигнет 250 тысяч туристов на Кубе, а потенциал намного больше, конечно. Все знают наш остров и архипелаг, 110 тысяч квадратных километров площадь, население чуть больше 10 миллионов. У нас более 280 пляжей, 900 километров протяженность этих пляжей. У нас есть 4000 километров коралловых рифов, что привлекает также многих туристов. Кроме того, на Кубе у нас 9 городов всемирного наследия человечества ЮНЕСКО, 6 биозаповедников, биосферы, 14 национальных заповедников, парков, 17 памятников национального значения, более 200 национальных памятников иного рода, 6 влажных пространств, например, Сапата. Это интереснейшее место недалеко от Байя-де-Лос-Кочинос, План-Хирон. Еще важный момент – у нас очень культурный народ и очень радушный. У нас широчайшая сеть инфраструктурная, 10 международных аэропортов, 3 терминала круизных судов. Большинство из них находятся в Гаване, сейчас некоторые из них в стадии ремонта. Когда они будут закончены, это будут крупнейшие в регионе. И 10 международных марин, то есть таких спортивных портов. У нас прекрасные коммуникации для туризма, доступ в быстрый интернет и так далее. Развитие гостиничной сети и вне гостиничной сети, в настоящее время 82 500 номеров в 478 отелях. 75% почти этих номеров находятся в гостиницах 4 и 5 звездных. Я говорил об авиакомпаниях, о 55 международных авиакомпаниях из 32 стран мира прилетают на Кубу в настоящее время. Куба рассматривает туризм как важнейший сектор экономики. Постоянно принимаются соответствующие меры для развития нашей отрасли. Работы над повышением качества услуг, соотношение качества цена. Мы расширяем знакомство с природными объектами. Предусматриваем интегральное и комплексное развитие туризма, спортивные и культурные программы, медицинские услуги, в которых Куба считается державой важнейшей. То есть, есть достаточно широкая программа развития туризма, охватывающая различные сферы. Туризм, знакомство с природой, пешеходный туризм и так далее. Работа над подготовкой персонала для сферы туризма также очень серьезная. А для России, вы знаете, что в вашей стране были подготовлены тысячи кубинцев, многие из которых работают сейчас в сфере туризма. И это дополнительный, конечно, привлекательный момент для российских туристов. Мы работали с российскими инвесторами по капиталовложениям в этой сфере. Мы хотим познакомить российских инвесторов с возможностями вложений в развитие туризма для российских туристов особенно, не только для туристов других стран. Мы говорим о рекордной цифре 185 тысяч туристов из России. В этом году у нас уже работают карточки МИР, платежные для российских туристов. Это важный момент. Два месяца назад запущена эта система платежная в нашей стране. И это обеспечивает полное использование такой услуги. И мы идем верным путем, я думаю, для российских туристов. Это важный момент. Ужилась работа по продвижению кубинского туризма в России. Куба разработала компанию «Куба уникально». Первый канал российского телевидения снял 14 целепрограмм от 18 до 20 с лишним минут. И в феврале еще будут сняты программы. И все это будет также способствовать привлечению российских туристов на Кубу. Работаем над развитием новых продуктов туристических. Морской туризм в Радаре есть клуб подводного плавания совместно с инвесторами из Сибири. Это называется Siberian Diving. И этот клуб имеет очень хорошие отзывы. Есть очень важное, наблюдается важное развитие, развитие туризма с Россией. И для дальнейшего развития, конечно, требуется развитие авиасообщения для того, чтобы повышать количество туристов. Мы довольны, еще не до конца удовлетворены тем, как развивается процесс роста численности российских туристов на Кубе. И мы надеемся выполнять все эти цели на основе такой работы. Спасибо.